Новый год, время вспомнить друзей и соседей. Сегодня выпуск рубрики про нас посвящен казахам. Что связывает Иркутскую область с этим народом, расскажет Лада Рыбакова. 99 имен Аллаха, священно для каждого мусульманина. В кабинете известного иркутского бизнесмена Конагата Рамазанова эти символы напоминают ему о родине, Казахстане. Оттуда он уехал 18-летним. Почти 40 лет живет в Иркутске и считает его своей второй родиной. Всегда была и есть моя мечта обустраивать этот город, приводить его, делать его красивым. Каждодневно, потихоньку, шаг за шагом, это и делаем. Встретить казахов в Иркутской регионе сложно, несмотря на то, что они являются коренным народом Российской Федерации. И по численности этноса занимают 10 место. В Иркутской области, по данным последней переписи, проживает больше тысячи этнических казахов. И в советское время, и в нынешнее. Цель приезда в большинстве случаев – работа. Выбирают казахи квалифицированный труд. Среди них есть известные в регионе врачи, учителя, строители. Стать известными спортсменами благодаря Казахстану удалось нескольким иркутянам. На чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходил в Алма-Ате, они выступили за сборную этой страны. В 2012-м свидетелем этих событий стала спортивный журналист Ника Пищинская. Она ездила в Казахстан вместе с большой группой иркутских болельщиков. Из Иркутска поехал очень большой десант болельщиков, которые специально изготовили флаг сборной Казахстана и баннер. Поехали поддерживать не сборную России, а именно сборную Казахстана, потому что там играли наши хоккеисты, в том числе и любимец Александр Насонов. Те, кто не попадает в основную команду России, для тех, в общем-то, не закрыт путь сделать двойное гражданство и сыграть на чемпионате мира все-таки за сборную Казахстана. Как, допустим, это сделал наш Александр Насонов, который в силу разных интриг в сборную России много лет не брали. У Казахстана тоже есть интерес в Иркутской области. Это Иркутский авиазавод. В прошлом году силы воздушной обороны Казахстана заключили контракт на покупку четырех истребителей. Сделка обошлась в 5 миллиардов рублей. В этом году самолеты с красными бортовыми номерами отправили заказчику. До 2020 года Министерство обороны Казахстана планирует приобрести еще 32 самолета Су-30М. Препятствий к такому сотрудничеству нет. Обе стороны довольны. Одна из казахских пословиц гласит «Благодарность людская, благодать большая. Жить в соответствии с ней и приятно и удобно». Лада Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.